Коммунизм Коммунизм Ну чем ли коммунизм? Как могу! И как надо, а как могу! А главный вопрос коммунизм в чем? Отказываем по способности и отказываем по потребности То есть я делаю как могу так, чуть-чуть А хапать хочу как потребность позволяет требует И кстати, потребности у нас развились явно не те, которые были про социализм, правильно? Вот мы уже при коммунизме Конечно, все лентяи стали, делал по способности чуть-чуть, а брать хоть немного, получать много, потому что бежали на все точно так, чтобы мы тоже до этого дошли Но те хотели полусмысль земного царства и хотели, чтобы Мессия им служил Спаситель Чего дал тысячу лет жизни И еще много-много-много чего Ну естественно, чтобы жить так вот в забиле Это же самая идеальная техническая база Кто помнит основу коммунизма Так? Это база все остальные люди Которых в Мессии должен покорить под ноги Израиля Так вот Эти люди не признали Христа за 500 лет до Христа И когда он пришел Это маленький замок Борисеев, Судукеев, которые с ним спорили Которые его слушать не хотели Которые провоцировали постоянно И эти люди за 500 лет до Христа значит создали некий НИИ под исправлением Библии И они Библию исправляют Исправили вернее Многие даты даты происшествия Госпуса с Христа они перенесли на 2000 лет позже И они сейчас его ждут Вот сейчас И это, кстати, текст в Библии исправлено называется басаретский текст Его сейчас почему-то стали архимии изучать басаретский текст То есть Божий не нужен Нужен исправлением причем многим заинтересоваться Ну так вот А опять же нужна родословная Потому что сказали Ну ладно Вот как раз до Иосифа доходит А дальше что? Вот они пытаются исправить А не получается Вот для этого Господь кидал эту родословную в раме Иерониса и так далее Вот доходит до Иосифа до Христа То есть И все Дальше уже что? Кончилось Вот он Христос Поэтому что там будет в ближайшее время так и не знаю антихрист То есть это линия как раз для антихриста Но родословную так или иначе в раме нету То есть так или иначе Адат с Пепельской не будет совпадать Поэтому нам Бог и дает Для того чтобы вы имели веру А вы в ней не коллегились в части Постоянно коллегились в вере Постоянно сомневались то сомнения то еще что разных нам в голову залетают нехорошие вещи Даже такие вещи как уныние отчаяние call депрессия это то же самое не в воде А сейчас уныние депрессия , и считая что это болезнь Это не болезнь депрессия то же самое уныние отчаяние это страсть нам предлагать не подсовывать, а предлагать делать. Хочу беру, хочу нету. Но если я впал в депрессию или в уныние, или в отчаяние, значит, я не верю, то есть не доверяю Богу. Если я впал в депрессию или в уныние, значит, я Богу не доверяю. Значит, вот моя вера нулевая. Значит, получается, я маловерующий, значит, я сомневаюсь, колебаюсь в вере. А Бог пишет, вот он, вот он пишет о тех чудесах, он мертвых воскрешал, больных прокаженных исцелял, слепые в нем видим, начинали. Так, а мы впадаем в уныние, значит, мы этого не получим, значит, Богу мы не делим. А Бог о себе говорит, вот конкретно. Поэтому, я к чему все это веду? Раз нам Святое Евангелие опять указывает на наше маловерие, значит, мы должны свою веру. Контролируем. Мы должны, как говорит апостол, возгребать. То есть вера, я еще раз говорю, с кем она не падает, и вера у себя на них, она достигается усилием воли. Верить надо ее заставлять. Именно заставление. Иначе ничего не получится. Поэтому, не то, как по сегодняшнему Евангелию, мы должны все там в вашей жизни иметь веру. То есть это заставляет себя верить. То есть это доверить себя Богу. То есть жизнь бьет всех. Но если человек понимает, если человек говорит, это мне так больно, за что? А почему другие хорошо? А почему там какие-то живут хорошо? Там бандиты, там всякие преступники, воры, там олигархи живут хорошо и все плохо. Это не вера. Когда человек понимает, что на все воля Божие, и я получил по заслугам, я получил то, что я заслужил, это есть вера. Когда человек унывает отчаянца, это не вера. Когда человек на кого-то пальцы говорит, почему у него хорошо, у него плохо, это не вера, то есть зависть. Это отсутствие веры. А сейчас это не верится и развивается в нашем обществе, в нашем народе. И среди православных. И среди тех, кто в церкви ходит. Так вот, вера это доверить себя Богу. Но это еще и любовь к Богу, которой у нас тоже нет. Любовь к Богу. И вообще ближе достигается борьба с самолюбом. Потому что любовь к самолюбию трещит себя не исключающе. Потому что, чтобы иметь веру, надо бороться с самолюбью. Чтобы иметь любовь, надо бороться с самолюбью. Чтобы иметь надежду на Бога и не иметь уныние, надо бороться с самолюбью и гордыней своим Я. А у нас это болезнь как раз века. Болезнь нашего времени. Некая сатанизация души. Поэтому, если мы начнем борьбу с этим, у нас не веры, не любви и не будет. Аминь. Поздравляю с праздником! Время от Рождества до Крещения называется Святым. И суть Святых в чем? В том, что на Рождество Христово я говорил, что Рождество – это воплощение Бога в человеческое естество. То есть соединение Бога с человеческим естеством. Человек – часть природы, часть земли. Соединяясь с человеческим природой, Бог Собой осветил всю землю. Потому что все взаимосвязано. Немножко хочется, скажем, как и чем. И в Крещении Господнем Бог соблюл внешнюю сторону обряда. Крестился, но Богу это не нужно. Но Бог по плоти соблюл эту внешнюю сторону, поэтому крестился, как положено всем креститься. Но крестившись в воде Иордана, не Он крестился, не Он осветился, а Он Собой осветил воды Иордана. Бог осветил воды Иордана. Поэтому Крещение – такой великий праздник. А вода что есть? Вода есть кровь земли. Она проходит через всё. Она омывает собой всю землю, она омывает собой и воздух. Она и в воздух есть пар, и облака и остальное. Она и птица, и в человека через человека проходит. Она через животное проходит, через нас через всё проходит. Короче, Господь крестившись, то есть соблюдая по телу внешнюю обрядовую сторону, не нарушая ничего, он сказал, я пришёл, не нарушил закон, но исполнил. И Он исполнил. Но Собой осветил, поскольку Он Бог, Он осветил воды Иордана, таким образом осветил всю землю и весь мир осветил. И соединившись с человеческим естеством, Бог тоже осветил Собой весь мир, потому что опять через кровь земли, то есть через воду мы все связаны воедино. Поэтому события два по чисто внешнему значению совершенно разные. И по годам у нас стоят, где-то 30 лет разница между ними. Но по сути, по спасительной сути, это два одинаковых события. И поэтому до VI века Церкви празднув это в один день. Рождество и Крещение. Это был один праздник. Освящение Богом мира. Воплощение Бога и освящение Богом мира. Это единое было. То есть и то, и другое освящение Богом мира. Но после VI веки разделили два праздника. И получается, что, по сути, и то освящение, и то освящение. Разделив, получается, у нас время останавливается. У нас все останавливается. Получается, у нас только есть одна благодать Божия. Освящение, освященность Богом мира. Весь мир освящен Богом. И, естественно, это время, когда дьяволу очень тяжело, очень тошно, очень противно. И поэтому он нас в эти дни многих побуждает на что? И на ссоры, и на скандалы, на все остальное, что угодно. Но это не самое страшное. А самое страшное многих побуждает. Надо гадать. И многие уши развесив, а масон Жуковский, написав стихи, раз крещенским вечерком, девушки гадали. И уже только в традиции исторические. Он написал один такой, не было этого вообще на Руси. Русь святая была и родной не занималась. Так, он написал, и уже... Как это, Иван Грозный? Извините, художник написал, когда был? Наверное, Иван Грозный, бывает, своего сына. И все, и пошло Иван Грозный убил. Так, люди многие засыпали, что он убил. Даже историю читают, что его совсем другие люди лишили жизни. Так, вот художник написал, и пошло, понеслось. То есть, так же, Жуковский написал, и все. Гадать крещенским вечерком, а как же? Для чего это делается? Потому что и гадание, и вызывание там духов, и все остальное. Это есть контакт с нечистой силой. Я еще раз говорю, дьявол тошно в эти дни. Он погибает от супруга Божьей благодати. Ему тяжело. Поэтому он от нас пытается, он нам предлагает гадать, иметь с ним контакты, кормить его. И многие по своей наивности это делают. И еще, сейчас почти все читают гороскопы. Так, говорю про это, причем удивляюсь этим. Не читай, я объясню почему. Приходит время, читала, 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 потом читала. Но я жить не верю. Я еще раз говорю, мы можем не верить, что собачий на воск пахнет. Наступим, запах будет все равно. Верим или не верим, он будет. Точно так же дьявол. Мы можем не верить, что он это верит. Но если я к нему обратился, хоть так, без этих контактов уже с дьяволом будет. Если у Бога все добровольно. Не хочу, Божество говорит ко мне не будет. Хочу, будет. У дьявола прикоснулся, запачкался. А мы это читаем. Да, я не верю, да, вот так, посмеюсь. Ну и что же, посмеюсь. Я уже запачкался. Может тоже со смехом наступить. Но запах будет, извините, пожалуйста, и грязь будет. Так вот, Бог пришел, обращая внимание, в Евангелие сказано, явилась звезда на востоке. Про эту звезду говорится много, так? И в Священном Писании, и в предании звезда, и Бог пришел под звездой. И многие астрологи, а вот на иконку-то глянь, где-то там, вон, звезда. Так? Что она значит? Да, была звезда. Причем в астрономии, я сейчас не помню название сверхновой, там, НГЦ какая-то, какая-то. Так? Это была самая крупная сверхновая звезда. Но дело не в этом, что было в астрономии. А дело в том, что Бог, придя в этот мир, Он пришел в ту самую рабскую систему, которую сделали мы в грехопадении. Я напомню еще раз. Значит, до грехопадения Адам имел власть, в Библии сказано, первая глава, читайте, над небом и небом, над миром, над всяким скотом, всяким гадом, всяким растением, всем всем, над бездами и бездами. В русском переводе там проще, одно небо и одни бездами. В древне еврейском тексте, в котором язык Моисея, на котором Бог Моисеев говорил, там, над небом и небом, над бездами и бездами. Читаем более подробно. Ракия – это шамай. Ракия – небо духовное, шамай – небо, извините. Ракия – небо космическое, космос, вселенное, шамай – небо духовное, ангельский мир. Точно так же безды духовные, безды физические. То есть бесы и все остальное. И, значит, мы видим, какой человек имел власть над миром. То есть вся власть у Бога, но некая часть власти была у человека и над животными, и над травмами, над растениями, над рыбами, над всем. Над звездами и планетами. И над ангелами даже какими-то. Точно так же над бесами. И сатана, хорошо понимая, что он себя противопоставил Богу, источнику жизни, если он себя противопоставил источнику жизни, значит, он есть источник смерти. Если он есть источник смерти, значит, он первый должен сам уничтожить, что умереть. А вот умирать никому не хочется. Хочется очень жить. И поэтому он, не будучи дуракром, увлек собой одну треть ангелов, которые стали бесами, чтобы ими питаться, чтобы они их паразитировали, чтобы их пожирать. Но он хорошо знает, что он пожрет, и все, и сам, я не знаю, грубо говоря, вдохнет, как крыса в бочке. Он хорошо это понимает. Но видя, какая власть у человека над миром, над космосом. Так вот, если бы эту власть на себе была, он может пожить и еще что-то поделать на пакости. И соответственно, чтобы эту власть себе приобрести, надо человека починить себе. Чтобы человеку починить себя, надо починить свои идеи, что была сделана. была закинута Е, Е и потом Адаму люди подчинились и все, что было во власти у человека перешло во власть к сатане и вот то, что перешло то есть вся часть власти у Бога то та малая, некая часть власти, которая была у человека перешла к сатане как раз то мы называем и космический разум это есть и астрология и так далее, и так далее, и многое другое так вот та власть, или часть власти, которая была у человека, названа звездами да, это есть астрология и человек был как-то от него зависим да, многие стихии над ними тоже без разумения власти потому что человек отдал поэтому человек не искал с ними контакт со стихиями мира по-всякому да, это звезды нет, это все астрология и inclusive epic Продолжение следует...